Дополнительная техника и аварийно-спасательные бригады из Вологды будут направлены в Великий Устюг. Об этом заявил глава областной столицы Евгений Шулепов. Он лично прилетел в пострадавшее от сильнейшего наводнения район, чтобы на месте оценить ситуацию и оказать необходимую помощь. Глава встретился со спасательными и аварийными бригадами, ликвидирующими последствия паводка. Проверил, как распределяется гуманитарная помощь и используется Вологодская спецтехника. Подробнее о ситуации расскажет Егор Канавин. Очень своевременно, настолько оперативно. Мы ночью грузили все, а мы ночью все разгружали, фасовали, развозили. Первая фура гуманитарной помощи из Вологды – 10 тысяч пачек чая, несколько тонн продуктов питания, бутилированная вода, резиновые сапоги и теплая одежда – прибыла в Великий Устюг еще 20 апреля. Евгений Шулепов убедился – продукты и вещи своевременно распределяются между устюжанами. Доставлены и необходимые строительные материалы и оборудование. Чтобы справиться с последствиями паводка, по поручению главы Вологды на помощь также отправили несколько машин повышенной проходимости – спецтехнику, насосы, бензиновые помпы и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб Вологды. 10 человек, 4 единицы техники занимаемся ликвидацией последствий паводка. То есть откачиваем подвалы, выгребные ямы, септики, подсобное хозяйство. Очищаем от завалов, от воды. Напомним, паводок в Великом Устюге – один из сильнейших за последние десятилетия. В зоне потопления около 2000 домов и более 6000 человек. Потихонечку подходила вода, подходила. Смотрим из окна. Все прибывает, прибывает. Потом уж начало дом замачивать. Сейчас большая вода отступила, но нужно ликвидировать последствия. В Устюг стянуты спасательные отряды, аварийные бригады и спецтехника. Областная столица поддержку оказала одной из первых. Именно поэтому Евгений Шулепов прилетел в Великий Устюг, чтобы лично оценить ситуацию. А вы местная, да? Здесь жили всегда? Да. Местная? И часто так бывает у вас за это время, за 15 лет? Третье наводнение. Восстанавливать город помогают волонтеры. Сейчас добровольцев достаточно, но не всегда хватает экипировки. На случай необходимости в Вологде решено продолжить формирование резерва волонтеров. Специалисты, прибывшие на место, также должны быть обеспечены всем необходимым – жильем, питанием. Объем необходимой помощи, а также оперативную обстановку глава Вологды обсудил вместе с представителями областных властей, а также начальником Северо-Западного регионального центра МЧС Игорем Паниным. Работы предстоит много. Еще более половины домов, которые были затоплены, находятся в воде, так скажем, особенно при усадебном участке эти. Многочисленные озера нужно откачивать. Более 10 километров канализационных сетей затоплено. Водопровод около 8 километров. Это все надо промывать, прочищать. Поэтому мы сюда отправили и ососные машины, и вакуумные машины, специальную технику тяжелую. Дополнительно мы приняли решение еще отправить сюда 25 помп и насосов, которые необходимы сегодня для откачки воды из мест подтопления. Глава Вологды держит ситуацию на постоянном контроле, ежедневно на связи с руководством Великого Устюга. В данный момент решается вопрос об отправке туда дополнительных аварийных бригад. Сейчас жители уже получают из федерального бюджета материальную помощь на ремонт поврежденного жилья до 100 тысяч рублей. По предварительным оценкам, ущерб региону от разгула стихии превысил полмиллиарда рублей. Губернатор области Олег Кувшинников уже обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой оказать поддержку для полного восстановления социальной и инженерной инфраструктуры.